Это программа Актуальный Разговор. С вами Айнур Зинатолин. Здравствуйте. Тем на сегодня «Развод. Делим добро и долги». И в гостях эксперт по этой теме Ильнас Гайдейшинов, юрист и советник благотворительного фонда «Страна возможностей». Ильнас, здравствуйте. Здравствуйте, Айнур. Ильнас, самый актуальный вопрос. Как расторгнуть брак безболезненно для себя? Потому что все-таки это очень сложный процесс. Да, Айнур, в первую очередь необходимо для себя четко понять, что вы точно решили это делать. И уже, если есть понимание, что других вариантов нет, можно задаться вопросом, как расторгнуть брак. Так, первое, что необходимо сделать, надо понять, что у вас есть на текущий момент относительно имущества, относительно несовершеннолетних детей. Если несовершеннолетние дети есть, то надо понимать, в любом случае, развод он проходит только в судебном порядке. Если есть дети? Если есть дети до 18 лет. Если детей нет, есть взаимное согласие расторгнуть брак, вы можете совместно обратиться в ЗАГС, написать заявление, и в течение 30 дней вас разведут. Но это только в том случае, если детей нет, есть обоюдное согласие, тогда все происходит, так скажем, добровольно. Как часто так происходит на вашей практике? Насколько часто люди так обоюдно все это делают? Процентов, наверное, 15 из всех случаев, которые были на моей практике, проходили именно так безболезненно. Это бывает очень редко. К сожалению, тема развода и раздела имущества, она очень такая болезненная. Из-за этого не бывает хэппи-эндов. Хэппи-эндов не случится все-таки, да? Не случится, да. Это всегда спор. А что делать в случае, если вот, допустим, жена за развод, мы представим, что муж, допустим, против развода. Что в этом случае делать? Как это регулируется законом? Регулируется законом это очень просто. Вы обращаетесь в суд, в суде проходит процесс, где вам снова дают шанс, шанс на то, чтобы сохранить семью. Суд может дать три месяца на примирение. И путевку в Таиланд нет? Как он, что он дает шанс? Путевку в Таиланд хотелось бы, но, к сожалению, в российской практике такого нет. Три месяца на примирение, когда супруги еще раз должны взвесить все за и против. В России идет активная позиция того, что брак должен сохраняться, что семья – это хорошо и так далее. Ну, это естественно. Из-за этого суды дают время на примирение. Но надо понимать, что если вы хотите разводиться, насильно в браке вас никто держать не будет. Существует такой стереотип, что вот муж сказал, что я не дам развод, и значит, меня не разведут. То есть такого не существует. Надо понимать, что насильно в браке вас никто держать не будет. В любом случае вас разведут. Это больше вопрос времени. Вот что делать в случае, если, допустим, одна страна боится, что у нее заберут детей. Не будут давать видеться, как-то препятствовать этому. Здесь надо понимать, что в первую очередь ребенка всегда преимущественно оставляют с матерью. То есть для российской практики это абсолютно здоровая ситуация, то, что ребенок остается с матерью. Бывают действительно такие исключения, когда отцам удается забрать ребенка к себе, чтобы он постоянно с ним проживал. Но в большинстве случаев получается так, и сами стороны не против. Этот спор даже, по сути, не возникает. То, что ребенок остается с матерью, а отец уже посещает его и так далее. То есть определяется период общения с ребенком, в какое время, когда, сколько и так далее. Вот на вашей практике сам брак, да? Какие самые тяжелые случаи во время разводов? Что? Самые тяжелые случаи какие? Тяжелые случаи это, наверное, больше кредиты. Все-таки кредиты здесь надо понимать, что есть такие кредиты, которые всплывают только во время расторжения брака. То есть один из супругов взял кредит, не сообщил супруге или супругу, потратил все. И во время развода он показывает то, что мы брали кредит, он был совместный, соответственно, делить его нам тоже нужно пополам. Второй тяжелый момент это момент с ипотекой. Надо понимать, что ипотека это как минимум многомиллионный спор и не всегда он бывает выплачен к моменту расторжения брака. Потому что браки по статистике распадаются в первые 3-4 года. Это, как правило, самый ранний период в ипотеке. Я правильно понимаю, что пара, которая бьет тарелки, очень сильно себя эмоционально ведет, должна понимать, что если она взяла ипотеку, придется расплачиваться обоим сторонам по этой ипотеке. Да, однозначно. Если ипотека оформлялась в период брака, то в любом случае это совместное имущество и это уже будет делиться пополам. То есть надо понимать, что когда вы расторгаете брак, вы делите не только активы, вы делите еще и пассивы. То есть не только на что имущество, но и долги. Да, но и долги, конечно же. А кому в итоге, хорошо, допустим, муж и жена разводятся, ипотека 10 миллионов представим, этому 5 миллионов расплатиться, этому 5 миллионов. А квартира кому достается? Квартира становится совместной. То есть она у вас, она у доверителей, когда они жили в браке, она была совместно с нашим имуществом. Когда произошло расторжение брака, когда мы официально оформили расторжение, тогда это просто становится долевым. И потом уже можно ее продавать. Да, конечно, вы уже можете самостоятельно распоряжаться. А вот на вашей практике, насколько часто ипотека становится тем самым клеем, который склеивает, и на многие годы долго и надежно держит семью вместе, они растят детей и так далее. Насколько сегодня именно ипотека и кредит становятся тем самым прочим фундаментом нашей современной семьи? Айнур, вы знаете, это очень болезненная тема, очень болезненная тема. Бывают такие случаи, когда именно ипотека удерживает семью, потому что многомиллионный долг, и надо понимать, что в этом споре есть еще и банк. То есть банк, он в любом случае будет предъявлять требования, потому что некоторые супруги встают в такую позицию, оставляя квартиру себе, я ничего платить не буду. И вот в этой ситуации надо найти баланс, надо найти тот баланс, чтобы все интересы были соблюдены. Очень часто супруги уже на момент обсуждения деталей развода приходят к такому выводу, что они пока не будут расторгать брак. Потому что вот есть вот эти обстоятельства в виде долгов, иногда и не только в виде долгов, иногда и в виде имущества, которые сейчас тяжело разделить. А что в случае, допустим, если ипотеку, вот наверняка таких случаев бывает, что вот взяли ипотеку, где жена, допустим, является со-заемщиком. Вот в этом случае, вот равны ли пропорции распределяются вот те самые долги? 50 на 50, возможно, а может быть там 70 на 30? Нет, здесь стоит понимать тот момент, что если ипотека оформлялась в браке, то долг в любом случае поделят 50 на 50. Другой вопрос, как будет вести себя банк, если второй со-заемщик не будет платить. То есть, если брак официально расторгнут, допустим, супруг является заемщиком, супруга является со-заемщиком, а со-заемщик не платит. Банк предъявляет требования и в судебном порядке взыскивает все издержки у заемщика. Именно у заемщика. Но при этом у заемщика появляет обратное право, в юриспруденции это называется регрессное требование. То есть, взыскать эту же сумму со со-заемщика. То есть, в любом случае получится пополам. Но надо понимать, что банку все равно, у кого брать деньги. И банк в любом случае будет предъявлять требования к основному заемщику. И что касается машины, каких-то гектаров земли, аналогично. Я правильно понимаю, что здесь 50 на 50 делится? Да, все делится 50 на 50. А естественно, если не был заключен брачный договор, и в этом брачном договоре не были оговорены определенные моменты по регулированию имущества. В общем порядке, все совместно наше имущество делится пополам. А что случилось, если муж или жена хитрый человек? И вот он решил, прямо перед рассложением брака, оформить все имущество на своего брата, на человека, которому он доверяет. И в этом случае, каким образом это все регулируется? Принимает ли суд, что это вот так все? Айнур, очень популярный вопрос, очень популярный вопрос доверителей. Когда действительно идет активный спор и, допустим, кто-то видит недобросовестное поведение со стороны супруга или супруги, они рассматривают такую возможность переписать то имущество, которое есть на нем, на брата, сестру, свату и так далее. Надо понимать, что эти сделки, они будут возвращены назад. То есть это будут недействительные сделки. Да, недействительные. А если какой-то период действия, допустим, а если муж, очень такой продуманный, взял и за год начал готовиться. За год начал все медленно-медленно переписывать. Вот есть какой-то период действия. Айнур, дело не в этом. Дело в том, что когда имущество совместно, на продажу распоряжения с этим имуществом нужно получать согласие. Согласие. Ну, я человек неопытный, я никогда этот путь не проходил. Вот такие чисто дилетантские вопросы задаю, чтобы точно понимать. Понятно, хорошо. А что делать в случае, тоже наверняка распространенное, что пара копит деньги. Еще на счете в банке, но, допустим, эти деньги лежат на счету, допустим, где там, у его второй половины. И вот он боится, что она возьмет и эти деньги снимет. Он же никакими не управляет, они же на ее счете лежат. Вот в этом случае что делать? Также очень популярная ситуация. Популярная ситуация сейчас. Есть такая тенденция, что семьи откладывают деньги, и суммы накапливаются достаточно значительные, миллионы более. И возникает такая проблема, когда в случае подачи на развод одной стороной, есть риск того, что супруг или супруга все деньги снимет и, соответственно, потратит на свои нужды или попробует скрыть. Здесь есть такой инструмент, как обеспечительные меры. То есть, когда вы подаете на развод и параллельно на раздел имущества, можно попросить суд заморозить эти счета и заморозить все то имущество, которое есть. Иначе говоря, пока идет развод, вы не сможете распоряжаться этим имуществом. Все деньги будут арестованы и сблокированы. И только после того, как будет вынесено решение, эти суммы уже будут поделены в тех пропорциях, в которых решит суд. И только после этого они будут разблокированы. — Да, это действительно очень интересно. А что делать в случае? Это тоже такая бытовая история, что мужа решили развестись. Но вот мама против, ну, с одной из сторон, там, теща, свекровь. И вот она, не знаю, там, крадет документы, прячет их где-то у себя в кастрюльке. Что в этом случае делать? — Такие ситуации, как ни комично, тоже бывают. Чаще всего пытаются спрятать свидетельство о регистрации брака. Свидетельство о регистрации брака. Это основной документ, что нужно и в ЗАГСе, и в суде, чтобы развестись. Но в таком случае мы рекомендуем доверителям просто получать дубликат. — Копию получить, да? — Копию получить, да. — Копию, конечно. То есть вы всегда можете заявить об утере и получить дубликат документа. — Интересно, интересно. Все-таки развод, это очень, я так понял, сложная история, да? Действительно, как вы сам начали программу сказать, нужно очень серьезно подумать, хочешь ли ты вообще разводиться. А сколько вообще в целом тянется этот процесс, там, от месяца до года? — Вы знаете, надо понимать, надо разделять. Есть развод, а есть раздел имущества. Как правило, чтобы побыстрее избавиться от супружеских вуз, граждане делают каким образом? Они разделяют развод и раздел. То есть сначала расторгается брак, брак можно расторгнуть в течение месяца-полутора буквально, даже если это суд. А уже потом или уже параллельно отдельным процессом делят имущество. Это помогает быстрее отвязаться от ситуации. То есть у вас уже остается только имущественный спор. — Хорошо, я понял. Давайте вернемся к историям, да? К типичным бытовым клиентским историям. Вот семья, у них есть ипотека, и вот у них начинается разводный, брак-разводный процесс. Есть у вас какая-то история из вашего опыта именно по теме ипотеки? — Да, по теме ипотеки много историй. Одна из них такая, что ипотека приобреталась до брака, например, оформлялась до брака. То есть за полгода до непосредственно заключения брака была оформлена ипотека. Энная сумма уже выплачена, после этого заключается брак, супруги начинают жить вместе в той квартире, которая приобретена в ипотеку, и соответственно уже оплачивают эту ипотеку вместе. Через год встает вопрос расторжения брака, к сожалению, так бывает. И вот здесь уже сразу встает вопрос деления этого имущества. То есть супруг со своей стороны заявляет, что он оформлял ипотеку еще до заключения брака, соответственно он эту квартиру оставлять не хочет. А с другой стороны идет речь о том, что оплата производилась из семейного бюджета, это были общие расходы. Здесь надо понимать, что есть пропорции. То есть в таком случае точно высчитывается, какая пропорция была выплачена до заключения брака, какая пропорция выплачивалась в период брака. И дальше уже решается. То есть супруги же могут принять решение о том, что, допустим, они продолжают вместе платить за эту квартиру, пока они не выплатят, и потом уже в конце ее делят. Или могут прийти к выводу, что кто-то выплачивает компенсацию на эту сумму. К примеру, вот они полгода платили вместе с семейного бюджета, половину этого семейного бюджета компенсируют, и вопрос об имуществе отпадает. То есть надо понимать, что перед тем, как идти в суд, перед тем, как идти в суд именно относительно раздела имущества, надо попытаться договориться. Надо попытаться договориться, потому что суд это уже такая последняя инстанция, где между вами есть арбитр. Я понял, хорошо. А что делать в случае, если по потечным спорам успели они завести себе ребенка? Ребенок тоже имеет право на эту квартиру? Ребенок тоже имеет право на квартиру, определенная доля выделяется на ребенка. Какая доля это? 30% или 20%? Это бывает, оно не в процентах, но в долях математических. Это бывает 1 треть, к примеру, или 1 четвертая. Там все, во-первых, идет от договоренностей супругов, каким образом некоторые супруги сразу говорят о том, что вот, к примеру, есть квартира, ты со своей половины отдаешь 20%, я со своей половины отдаю 20%. И вот это доля нашего ребенка. И это официально регистрируется. Это официально регистрируется. Нужно понимать тот факт, что когда раздел имущества идет в суде, есть определенные издержки. То есть, когда вы делите квартиру, делите автомобиль, когда речь идет о многомиллионных спорах, есть госпошлина. Эту госпошлину, ее нужно оплачивать, это издержки. То есть, на самом деле, как рекомендуют и юристы, и нотариусы, в том числе, необходимо максимально попытаться разобраться в семье дома и максимально разделить то имущество, которое есть, в досудебном порядке. Потому что бывают такие случаи, когда делят даже и ложки и вилки. Бывает такая ситуация. Илья, вот буквально, я тоже резюмирую программу на 15-20 секунд. Вот основная ваша идея, мысль по этой теме, по разводу, по разделу именно пассивов и активов. Вывод такой, что когда встает вопрос развода и раздела имущества, я рекомендую сначала посмотреть подробную информацию в интернете, как это все происходит. Есть множество способов, как это все можно оформить, можно действовать самостоятельно, изучая все в интернете. Но безопаснее будет обратиться к специалистам и довериться профессионалам. Чтобы избежать каких-то, да? Чтобы избежать издержек и ошибок, которые могут вылиться в достаточно серьезные проблемы. Илья, спасибо большое за то, что пришли в нашу программу, за раскрытие этой темы. Будем рады видеть вас снова. Сегодня в программе мы обсуждали тему развод, делим добро и долги. И в завершении программы хотел бы все-таки призвать вас, даже во время такого сложного процесса, как развод, оставаться все же людьми. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин